Вряд ли, наверное, да? Вряд ли. Но уже говорят о каких-то гомерических суммах, которые он получит, если Нью-Касл спасется и сохранит прописку в Премьер-Лиге. Хотя по очкам у Нью-Касла беды-то особой нет. Про высокую результативность говорить не буду, но вы сами видите, что Вейналдум уже в штрафной. Удар Айоса Переса. Траектория удара, но удар уходит в дальний отворот угол, как сказал один новый человек. Не точно получается, действительно, этот первый удар по воротам Лестера. Довольно опасная атака, ну и лидер атаки. Понятно, что Рафа Бенитос еще присматривается к своему новому клубу. Понятно, что еще нужно ему время, чтобы адаптироваться и резать по-живому. С самого начала не стал Рафа Бенитос, но Нью-Касл продолжает атаковать. Опасно может быть удар Митровича, цепляется за мяч колбэк и дальше. Митрович, ну он не первый матч играет в основе, то есть это, Миша, никакая не революция, да, его выход. Вот, и может быть, даже имей право. Мяч на чужую половину поля, конечно, не было бы никакого Эллиота в воротах у Нью-Касл, был бы здоров Крул. Айоса. Хорош! Сисоко бьет! Светный пас, и Сисоко действовал очень грамотно. Вот приглядывает за ним Симпсон, 17-й номер, приглядывает, но большой, большой Сисоко. И он за спину, видя прекрасный мяч на всей его траектории, но вынужден был тянуться влево. Поэтому это ни утром, ни днем, ни вечером. И поэтому, конечно, под этим прессом Лестор еще не находился. Морес с мячом, удар, поворот! Вот после касания головы Тейлора, но ведь могло быть все и совсем-совсем иначе. Но другой вопрос, тут подача Уолбрайтона. Практически не выпрыгивая. Тяжело, конечно, его здесь сдержать. Пытались это сделать. В данном случае Лассельс отвечал за Хутов. И рукой себе помогал, и за лицо хватало, и там же помогали Лассельсу. Но тем не менее, может быть, и не стоит. Тем более сегодня. Митрович корпусом мяч закроет, но дальше что с ним делать? По-моему, это больше был не удар, а пас. Снова он будет закручивать мяч туда, к линии штрафной. До опасности пока дело не доходит, но подбор за Леснером. Опасно Варди. Скидка Казаки через себя. 1-0. Фантастический гол забивает Леснер на 25-й минуте этого матча. Это делает Синдзя Казаки. Полезен, потому что чем меньше рост, тем больше, наверное, акробатические возможности. Вот, выбит мяч, и нет подбора. Выбей по центру, все одно игрок Леснера забирает. Это уже не доработка оборонительных линий. 7 игроков Нью-Хасла столпили штрафной, а опорная зона подбору штрафной. Никого нет. 7 игроков Нью-Хасла в своей штрафной, и никто никого не держит. То есть перевод мяча справа налево. Ставит их всех в тупик. В Калачине ли тут дело? Или вот мы говорим о том, что Нью-Хасл губит весь сезон? Да, не будет. Потому как надо идти вперед и давать Леснеру зоны, которые он так любит. Олбрайта на линии штрафной! Штрафной! Совсем чуть-чуть. Еще одна стремительная атака Леснера. Вот так команда любит и умеет атаковать. Быстрая контратака. И дальше раздергал защитника Олбрайтон. Великолепно пробил в дальний угол. Чуть-чуть не хватило мячу вот здесь. С любого места. И вот еще одна ошибка Нью-Хасла. Варди. Справа есть продолжение. Здесь Морес. Морес смещается в центр. Варди он штрафной. Ну а удар получился нельзя. Они-то как раз свободы не дают сопернику. Оттесняют, вытесняют. И выдавили сейчас от штрафной. Ну что, будет отсюда атаковать Янмар? Вот это упрямство уже на самом деле. На первом месте только дерби Красного Дракона. Это валийское дерби. Давайте чуть позже об этом. Айосе Перес удар. Понять по артикуляции Рафа Бенитеса. Сходя из той установки, которую сейчас получал Андрес Таунсен. Ну а пока не упасло, атакует без нового футболиста. Без Таунсенда. Янмар забрасывает мяч к линии штрафной. Митрович. Против него Морган. И сюда же устремился Дринк Уотер. Проходит передача на Сесоко. Можно отдать передачу. И дальше Янмар оказывается на ударный. В третьем веку мячей забивал достаточно много. И если проломился, это его момент. Обсайда никакого нет. Мы это видели. Мини такой стоп-кадр нам это объяснил. Да, хут располагался здорово. Как мог корпусом там заслонять. Перествует передача на Таунсенда. Но здесь все прочитал Фукс. Мяч остается у Ньюкасла. Айосе Перес. Слева должно быть подключение. Вот он колбэк. Айосе играет сам удар. Айосе и показывает, что должен быть угловой. Вот здесь показалось, что немного пожадничал. И об этом говорит Эйджек Колбэк. Айосе решил пробить сам. Но заработал угловой. Уже неплохо. Хотя могло бы быть очень опасно, если бы подключил. И его, по сути, не попытались даже удержать. Лестер с мячом. Шлуп. Шлуп поворотом. И угловой. Ньюкасл так тренеров меняет, как Терьян-Терьян Перчатки. А толку никакого нет. Да, прошлый сезон, концовка прошлого сезона и вовсе получилась провальна.